добрый вечер всем я надеюсь что меня слышно и видно мы сегодня поделим наше занятие на две части как я и говорил в конце предыдущего занятия мы сначала поговорим о царе иудеи юарами это собственно говоря сын царя его шафата которому посвящен посвятили предыдущие занятия и на этой первой части мы снова сравним версию книги царей книги деври амин посмотрим что изменилось а затем после того что я дам время для вопросов и замечаний мы перейдем к более углубленному чтению именно книги царей и емлахин и сравним ее с некоторыми эпиграфическими известными нам текстами которые до нас дошли на арамейском языке на катском языке касательно той эпохи ну вот давайте начнем я открою сейчас файл который нас интересует одну секунду как я надеюсь что файл виден и я сейчас перелесну туда куда все видно все отлично и так царь оран царь оран сын йошафата который правил в иудее приблизительно пять лет то есть не очень долго самой середине девятого века до новой эры и книга царей посвящает ему очень маленькое описание которое в целом носят весьма негативный характер и говорит буквально следующее что юарам воцарился над иудеи возрасте 32 лет но тут тут сказано 8 лет 8 лет есть некоторые несостыковки между той хронологии которая является в библейских текстах и той которая предлагается на основании свечения этих текстов с сирийскими хрониками ну скажем меньше десяти лет он правил и как тут сказано ходил он путями царей израиля когда книга царей говорит такими словами значит что он грешил а так как делал дом ахава почему причем здесь дома хава по очень простой причине потому что я об этом говорили в прошлый раз юарам был женат на дочери ахава и и зевель которую звали от альяу или от алья и которая еще появится в нашем наратиме под кодовым названием леди макбет и творил он злое в глазах господа тем не менее господь не захотел уничтожить иудею это тоже такие как бы все довольно стандартные выражения я бы сказал клише которые появляются по отношению почти ко ко всем грешным царям о которых рассказывается немного значит господь жалеет иудею ради давида более индивидуальная информация которая здесь сообщается что в его дни восстал и дом и вышел из повиновения иудеи как мы помним в дни его шафата и дом был под властью иудеи отдельный вопрос когда он под эту власть подпал согласно понаху еще во времена давида так или иначе у нас нет оснований не доверять тексту который говорит что в неё рама дом отпал дальше рассказывается история не очень ясная причем она как бы с текстом есть проблемы и в книге млахим в книге де время очевидно что описывается попытка ее рама или как он здесь еще называется йорам вернуть свою власть над и домом он совершает поход в сторону и дома сторону мертвого моря и но при этом как бы не очень ясно каков результат с одной стороны сказано с одной стороны говорится что он уничтожил эдемитян которые окружали из этого можно сделать вывод что он был в невыгодной позиции и ему пришлось пробиваться и дальше говорится ваянас аам леохалам и убежал народ своей шатры о каком народе идет речь о и домитянах или о иудеях это неясно обычно под названием а без какого бы то ни было атрибута подразумевается народ людей либо народ северного царства израиля либо израиль в целом и большинство комментаторов заключает отсюда что в конечном счете поход был юарамам проигран даже если были какие-то локальные победы снова 22 стихе подчеркивается что и дом вышел из подчинение иудеи адгайом газе до сего дня что такое до сего дня в контексте книги малахим а возможно всего дефтериономистического корпуса это видимо время разрушения иудеи до конца всего царского периода и дом уже не находился в подчинении иудеи и хотя дальше будут рассказываться будет рассказывать в книге царей о неких локальных победах потомков юарама следующих царей иудеи над и домом но видимо полного подчинения уже достичь не удалось кроме того в этот период почему-то восстает город ливна ливна это город иудейский на юге иудеи согласно книги иошуа это священнический город а мы увидим что автор книги хроник евреямин попытается объяснить то что здесь произошло видимо город был достаточно значимым и важным потому что в истории о том как синахерим царь ассирии пришел походом на иудею в конце восьмого века до новой эры рассказывается что он был занят захватом сначала города лахиш второго по значению после иерусалима а затем перешел осаждать ливну весь этот город был крупный и важный в те времена и все собственно больше ничего на майорами не рассказывается снова традиционно говорится что его дела были записаны в книгу летописи царей иудеи и он умер и был похоронен вместе со своими отцами в городе давида и воцарился хозяу его сын вместо него вы уже можете угадать что такая последняя формулировка категорически не устроит автор книги хроник который не приемлет ситуацию в которой царь грешник будет похоронен рядом с давидом этого просто с его точки зрения быть не может теперь если мы смотрим на рассказ и урами книги хроник то мы сразу замечаем насколько он больше практически вдвое больше а если здесь у нас отрывочек практически там сколько 8 стихов то то в книге хроник это все-таки 20 стихов за счет чего-то он расширил свое повествование вот мы сейчас проверим за счет чего и что он создал автор книги хроник значит он начинает с того же чего и автор книги царей а затем он рассказывает что у арома были братья он даже перечисляет сыновья его шафат говорится также что отец дал им подарки и раздал им укрепленные города в иудеи царство отдал я раму его он был первенцем здесь можно увидеть некоторые интер текстуальные переклички с рассказом о том как авраам отправил своих сыновей подальше от и цаха которому он даровал главное наследие но это отдельный вопрос дальше выясняется неожиданным образом что вот это распоряжение шафата привело на самом деле к весьма негативным последствиями а именно к тому что и арам став царем убил всех своих братьев а также вельмож израиль как он говорит откуда такая информация об убийстве братьев сказать однозначно трудно мы всегда можем как бы предоставить что называется некоторые кредит автору книги хроник и сказать что у него был свой источник на котором он основывался единственное непонятно почему все-таки книга царей не включает это свой рассказ или второй вариант который представляется мне более оправданным данном случае что это плод воображения автора который хотел не просто ограничиться утверждением что и арам был грешником но проиллюстрировать этот грех когда он это делает он пользуется некоторым прецедентом и может быть кто-то из вас даже и вспомнит каков этот прецедент на секунду останавливаюсь может кто-то вспомнит к каким прецедентом мог воспользоваться автор книги хроник здесь есть желающие да спасибо на хама у нас есть рассказ и судей судя несомненно более ранний чем тот который книги хроник о том как после смерти судьи судьи израиля праведного судьи израиля гидона которого можно в этом контексте сравнить с иоша фатом его сын захватывает зурпирует власть бы ситуация более жесткая чем та которая описывается здесь нашем рассказе и для того чтобы заручиться этой властью поскольку он видимо не первенец и мало того что он не первенец он еще и сын наложниц он этот самый человек обимели с таким символическим царским названием хотя она которая видимо намекает на книги помимо прочего на негативное отношение к царской власти рассказов книги судей вообще на потому что там предлагается царствование гидону тот отказывается и говорит что только бог будет царствовать над израилем и вот его сын обимел их узурпирует власть и убивает всех своих братьев на одном камне говорится там 70 братьев и вполне возможно что автор книги хроник был вдохновлен этим рассказом возможно также что его вдохновляла еще одна фигура а именно фигура жены юарама та самая атальяу та самая леди макбета который речь впереди и которая как дальше будет говориться в книге хроник имела на него дурное влияние и которая третий раз согласно рассказу книги плохими книги хроник уничтожила свою родную чтобы привести и прийти к власти так что вполне возможно что и и на это и с этим как бы создает перекличку автор книги хроник таким образом юарам из такого грешника в область чьи грехи лежат в области идолопоклонства превращается в грешника более отягощенного грехами потому что он не только идолопоклонник но он еще и убийца собственных братьев брать братоубийца он новое воплощение каина дальше автор книги хроник говорит примерно говорит он повторяет стих из книги царей добавляет однако к тому что юарам ходил путями царя израиля еще и то что сейчас секунду где это здесь сказано потому что дальше то идет рассказ дальше идет рассказ такой же точно как о восстании и дома восстание дома и ливны против царства не и арама работ дальше он добавляет следующее что все эти восстания это очень важно для автор книги хроник произошли от того я с 10 стихе стихи от того что он оставил господа бога своих отцов а должно быть теологическое объяснение недостаточно просто сказать что кто-то восстал а даже если автор книги царей подразумевает что восстание эти явились следствием порочности и арама он то напрямую не говорит автор книги хроник таких вещей мимо таких вещей не проходит и он ставит все точки над и произошло восстание значит это наказание за грех он оставил господа бога отцов своих он как тут сказано настроил разных святилищ в горах иудеи он ввел в блуду жители иудеи под блудом здесь подразумевается языческое служение он их совратил и дальше мы сталкиваемся с одним из самых поразительных нововведений автор книги хроник мы уже свыклись с мыслью о том что он иногда играет пророческими фигурами представляет как шахматные фигурки из одного места в другое из одного время в другое мы видели такие такие образы и уханами здесь он производит нечто большее он рассказывает о том что его раму пришло письмо не от кого иного как от или я у пророка пророка или я у этой информации естественно нет никакого параллели книги млохим как мы видели теперь почему собственно перед тем как обсудить содержание этого письма почему он это делает чего это делает тут как бы есть некоторая ловушка когнитивная с одной стороны автор книги хроник избегает рассказывать чтобы то ни было о северном царстве поскольку считает его незаконным образованием если и говорит о нем что-то только в судьи с иудеи с другой стороны значительный значительная часть нарративного корпуса книги млохим повествующего о северном царстве основана на каких-то преданиях на циклах преданий о пророках первую очередь или я увели ша если от пророка или ши можно как-то и отмахнуться он как бы не упоминается книги кроник но с или я все обстоит гораздо сложнее и дело здесь не только в том что или я у это как бы некоторая символ борьбы с культом бала книги млохим он противостоит ахаву и зевель он производит некоторое чудо на горе кармель он убивает пророков бала дело не только в этом а дело в том что этому пророку была уготована совершенно особая судьба не похожая на чью бы то ни было другую судьбу с ним соревноваться могут только две фигуры в будущей еврейской традиции это муж и хана или я согласно книге царей был живым взят на небо в огненной колеснице бог забрал точно так же как книги решит бог забирает ханоха но тора избегает таких проблемных рассказов рассказов о том что человек может обрести бессмертие человек смертен по определению и поэтому по поводу ханоха в торе говорится очень кратко и лаконично его не стал ибо его забрал бог книги царей так сказать на периферии рассказывается красочная история о том как на глазах потрясенных учеников пророка и в первую очередь пророка и лишилия у вихрем в огненной колеснице вздымается на небо что впоследствии явилась некоторым краеугольным камнем огромного количества легенд как в еврейской так и в христианской мусульманская традиция но помимо прочего надо иметь ввиду этим дело не ограничилось возникла традиция об истоках которые нам ничего в общем не известно о том что или я должен вернуться это традиция впервые зафиксирована как нечто само собой разумеющееся в конце последнего из пророков малахи этом говорится о том что бог непосредственно где как бы перед великим судом можно сказать в конце времен пошлет или я у пророка или я у который каким-то образом умиротворит и ведет мир между сыновьями и детьми эта традиция о приходе или я у казалось очень крепкой она мы хорошо знаем закрепилась как в еврейской традиции достаточно вспомнить пасхальную а году и пасхальную традицию так и или а уж дут в песок которому готова настать днем избавления так и христианская традиция утверждалось что иоанн креститель это никто иной как или я у в общем эта традиция как бы очень мощная то есть или я у перерастает самого себя он становится неким вневременным образом от него невозможно отмахнуться его невозможно не упомянуть поэтому что же остается в такой ситуации если я нет никак не могу заставить их встретиться друг с другом очно потому что или я у действовал на 7 и в отличие от второстепенных пророческих персонажей которых может не многие помнят я у это все-таки некий знак он сражался с балом в северном царство времена ахава поэтому его невозможно так просто взять и перенести на юг по мгновению волшебной палочки но для этого существует почта и поэтому автор книги хроник своем богатом воображении создает такое письмо письмо от пророка или я у царю и о раму которым он говорит буквально следующее так сказал господь бог давида отца твоего из-за того что ты них не шел путями и о шафата отца твоего и путями асы деда твоего царя иудеи а шел путями царей израиля и вел блуды иудеи и жители иерусалима также точно как дома хава поступили и ты братьев своей семью свою у которой были лучше тебя тебя убил значит так бы или я у эта фигура которая связана как с борьбой с балом так и с защитой невинно убиенных и царей рассказывается напомню известная история о том как ахав несправедливо аннексировал виноградник своего подданного навота по указке по вдохновению жены своей земель и как или я уявился к нему и сказал фразу которая впоследствии вошла так сказать в в фразеологии фразеологический ряд иврита ара цахта дам я рашта ты убила теперь еще и наследуешь так и здесь или я обвиняет обвиняет йорама смерти братьев поэтому говорит господь поразит тебя великим поражением народе твоем среди сыновей твоих и жен твои и имущество твоего ты же умрешь мучительный от мучительной болезни живота пока не выйдут внутренности твои от болезни и это будет происходить год за годом и таково это пророчество таково это письмо которое получил реакции на это письмо нет но собственно говоря это и не особо занимает автор книги хроник важно поместить или я у правильный контекст важно упомянуть его и произнести эту грозную инвективу после чего рассказывается о об исполнении об исполнении пророчества господь поднимает на ее рама дух филистимлян и арабов и они поднимаются на иудею и они врываются в нее и берут большие трофеи и такое ощущение что даже по контексту врываются в иерусалим потому что забирают имущество царского царской семьи и выясняется что даже убивают сыновей царя это как бы как мера за меру царь убил собственных братьев теперь и остался один так теперь враги убили его собственных сыновей остался только один младший по имени ахаз обычно называется хозяу это собственно одно и то же имя из книги малахим кстати совершенно не следует что хозяу был младшим сыном и что вообще были какие-то братья сыновья у хозяу внутри этого контекста хотя несколько ниже действительно будут упомянуты в истории с которым будем дальше читать во всяком случае о том что хозяу был младшим сыном нигде не говорится и исполняется также пророчество о том что иером умирает мучениях господь поразил его внутренности неизлечимой болезнью и в течение двух лет он умер от этой болезни ему не сделали не совершили обряд торжественного сожжения под этим обрядом видимо подразумевается сожжение каких-то царских атрибутов в знак почета несколько раз это упомянуто в танахи вопрос о том что это собой представляла обсуждается до сегодняшнего дня и начиная еще от мудрецов эпохи талмуда и подчеркивается также что и оран не был похоронен рядом с давидом он осторожно обходится своим источником он не говорит что он не был похоронен в городе давида это он повторяет за автором книги царей но не в усыпальнице царей а он его оттуда выносит потому что грешнику нечего делать рядом с такими царями как его шафат когда виды и так далее то есть если мы подытожим данный виток нашего обсуждения то мы снова можем удостовериться что автор книги царей книги хроник создает некий альтернативный нарратив согласно принципу как это должно было быть соответствии с его концепцией воздаяния и я еще раз повторяю можно спорить и терминологии я называю такого рода явления прото мидража потому что опять же единственное явное различие между этим способом обрабатывать свой первоисточник и тем что мы находим классическом мидраше мудрецов это приверженность мудрецов к существующему каноническому тексту который они менять не могут они его цитируют но в тот момент когда это исполнено и текст процитирован больше опасаться нечего и можно рассказывать совершенно диковинные истории вокруг этого текста которые из самого текста совершенно не следует что касается автор книги хроник то он просто создает некий альтернативный текст на основании этого же принципа вчитать свой первоисточник то чего в нем нет но то что отвечает потребностям его времени его концепция остановимся здесь и если у вас есть вопросы то самое время и сейчас задать перед тем как мы перейдем к следующему нашему разговору вопросы замечания что-то что требует какого-то пояснения господа и дамы по-видимому даже имели обдумывает так что ну что что продолжим может быть появится вопросы в дальнейшем значит наша авто вторая часть сегодняшнего обсуждения мы не закончим начнем только нехама хочет войти заметь видимо отключилась как-то значит вторая часть нашего обсуждения будет посвящена тому что произошло в израиле и в иудеи после же правления царя и орама иудеи и после правления после правления царя ахазии в израиле имена очень похожи они меняются царства были близки друг другу заключали дипломатические прахи и те же самые имена в иудеи царствовал царь сын его шафата и орам после смерти которого воцарился ахазия его сын в израиле царствовал ахав а затем его старший сын ахазия который умер без сыновей без наследников и тогда власти пришел его младший брат опять же и орам а вот такой немножко лейдоскоп это чуть-чуть путает но что есть и как раз в этот период как раз в этот период то есть где-то между восемьсот пятидесятым и восемьсот сороковыми сороковым годами до новой эры произошли в иудеи в израиле крайне драматические события мы начнем с израиля не знаю успеем ли дойти сегодня до иудеи возможно и нет я только скажу в качестве преамбола что эти события как бы общее между ними то что было осуществлено два кровавых заговор один из которых описан исключительно подробно другой довольно кратко вот который в израиле описан подробно тот который в иудеи описан как и мы еще пытаемся коснуться причин этого различия теперь что происходит что происходит в израиле как мы помним если мы обратим внимание на политическую ситуацию это период когда когда есть союз между израилем и иудеи и совместные силы направлены против арама который как раз тот период достаточно усилился власти парами пришел тоже в результате заговора военачальник по имени хазаэль который установил новую династию был достаточно агрессивен и вторгался на территорию израиле израиль шла война во время этой войны его рам царь израиля сына младший сына хава был ранен а хозяу царь иудеи который был его союзником пришел к его прибыл его навестить и все это происходит в районе израильской долины прошу прощения все это происходит в районе работ гиль ада где собственно говоря и происходит война война за работ гиль ад за иордане попытка вернуть этот город израилю и вот на этом фоне ослабевший власти в израиле происходит государственный переворот значит как этот переворот изображается в танахе еще в первой части книги младший девятнадцатой главе рассказывается о том что или я у пророк или я у давно упомянутый получил пророчество или распоряжение согласно которому он должен помазать цари над израилем их у сына меньше а также хазаэля царя аром что любопытно что любопытно это то что оба этих деяния производит не или я у а другой пророк пророк или ша пророк или ша пророк или ша значит то ли то ли речь идет о альтернативных традициях согласно одной из которых или я должен был помазать этих царей заговорщиков все это естественно в рамках некоего божественного плана который должен цель которого наказать грешный дом ахава руками хазаэля он будет наказан будет это поражение а его должен уничтожить полностью дома хава и и создать новую династию так вот то ли речь идет о двух альтернативных традициях согласно одной это делает или я у согласно другой или ша то ли как бы это вопрос спорный литературный скорее то ли как бы в ходе переправы были были сменены кони и как бы точно так же как полномочия пророческие пророка или я у были переданы или ше также точно и те задания которые или я у не успел исполнить и переходят по наследству или ше что касается помазания хазаэля которая описывается восьмой главе второй части книги царей то это такая драматичная сцена или ша приходит в арам там его принимает царь который как раз к тому времени находится в постели он болен царь беннадад и беннадад 2 так называемый и лишь а рассказывай хазаэлю что царь это точно умрет и но при этом ему этого не надо сообщать и лишь а плачет на хазаэль спрашивает его от чего ты плачешь вот говорит потому что я знаю сколь многих в израиле ты уничтожишь к за и говорит ну как такое может быть кто такой раб твой ничтожный я же просто пес лишь а говорит господь показал мне как что ты будешь царем на даром текст на сказать неоднозначный потому что что происходит дальше хазаэль получивший такую информацию убивает своего господина не то чтобы он там дожидается чтобы тот умер своей смертью то есть можно на самом деле понять таким образом что и лишь а намекнул хазаэлю на то что пришло время действовать и он как бы вдохновил его на труды подвиги на то чтобы тот убил своего господина и он доделает параллельно с этим рассказывается в следующей главе история о том что и лишь а посылает одного из своих учеников взявши опять же горшок с елеем с маслом посылает его к в израильский стан с тем чтобы помазать человека который носит имя игу бен йошафат бен нимши или просто игу бен нимши которые собственно говоря и станет будущим царем израиль также точно как пророк шумуэль помазал свое время шауля вида так вот теперь ученик и лишь и должен помазать громад гиль ади военачальника аналогия с давидом более прозрачная потому что и там и тут речь идет о военачальнике и действительно этот пророк приходит стан его говорит что у меня к тебе есть некое тайное дело он помазывает его и говорит господь бог израиля помазал тебя в царе над этим народом и ты уничтожишь дома хава господина своего и таким образом я отомщу за кровь рабов пророков работ рабов господних которых уничтожила и земель произносится довольно жесткие слова адрес дома хава и когда пророк выходит то солдаты обступают его и спрашивают чё он сюда приходил он говорит причем они его называют сумасшедшим характеристика нередко используемая в отношении пророк видимо в связи с их экстатичным образом поведение чего приходил сюда этот сумасшедший последствии сумасшедшим будет названы сами между ними какое-то родство родство душ между пророком и военачальник тут пытается уклониться от прямого ответа но они на него давят потому что видимо чувствуют что дело серьезно и тогда он рассказывает им все как есть и вот тут же воцаряю встанет здравствует царь ребят шофары и как бы на местном уровне таким образом заговор уже начинает осуществляться и вот теперь с этой точки мы подходим к началу самых драматических событий в это самое время йором я хозяу как я и говорил после битв рамот гиль ари оказывается назад на западном берегу в израильской долине чтобы немножко отдохнуть и залечить рану его на колеснице скачет в эту сторону его замечаю и вот как раз в этом контексте он и называется сумасшедшим наблюдатель замечает его и докладывает аминхаг кименхаги и губен нимши ки бешигаон инхагу он скачет совершенно сумасшедшим образом как типичный израильский водитель едет современный и их уходит стан где находится царь иудеи царь израиля при этом качестве такой авторской ремарки вспоминается что когда-то нигу ехал на коне вместе со своим помощником и он слышал слышал о том что что господь уничтожит династию ахава на том самом месте где был убит на вот она вот как раз и был израильтянин из израильской долины и вот теперь и вот теперь его как с точки зрения нашего рассказа осуществляет это пророчество и когда это все происходит то и его рам понимает что это заговор и он кричит хозяеву царю иудеи мирма хозяеву заговор хозяев нас обманули гибнет а хозяеву пытается убежать но его гонится за ним и убивает и его так начинается это полоса убийств совершенных игу первым делом он разделывается с обоими царями не только с царем израиля из династии ахава но и за одностровом иудеи тем более что этот царь иудеи сын дочки ахава внука хава этим дело не ограничивается после этого после этого он отправляется к тому месту где находится в летнем дворце никто иная как и зевень жена ахава которая смотрит в окно приукрашивает красит глаза и непонятно делает ли она это для надеясь на победу мужа на победу прошу прощения сына ожидая его или же бравируя уже зная о том что его идет и желаю умереть с гордо поднятой головой на эту тему есть опять-таки споры между споры между комментаторами и его его подходит подъезжает ней оказывается вратах и она кричит ему вызывающим голосом мир ли тебе земли убийца господина своего словами мир на сказать что слово мир а шалом является здесь своего рода неким ключом она появляется несколько раз на протяжении повествования как будто бы все встречают друг друга говоря о мире но на самом деле всем понятно что этот мир есть фикция на самом деле идет кровавая бой не теперь почему она его называет таким странным именем земли хотя на самом деле он никто иной как их а это от того что рассказывалось раньше свое время династию которую создал баша царь израиля уничтожил человек военачальник по имени земли который видимо на ком-то этапе стал символом измены хотя сам баша тоже пришел к власти в результате заговора но видимо как бы вот те времена земли стал такой знаковой фигурой символом измены поэтому видимо и земли называет его земли убийца господина своего когда он видит ее он говорит выбросить ее из окна и и убрасывают из окна кровь и убрыжжет на стены и на коней которые растаптывают ее тело то время как сам его приходит и ест и пьет и говорит проследите чтобы это проклятое за этой проклятой похороните ее все таки потому что она дочь царя дочка финикийская царевна но когда они пошли ее хоронить то нашли лишь череп и кости ног и рук поскольку ее обглодали псы в соответствии как тут говорится с пророком с пророчеством ильяву уже здесь мы наблюдаем некоторую двойственность в повествовании с одной стороны все вроде бы совершается в соответствии с божественным планом пророчество ильяу то помазание которое совершает и лишь а с другой стороны само по себе повествование обратите внимание изображает происходящее ну мягко говоря не самом позитивном свете когда царь отдает приказ выбросить только что выправившую царицу мать из окна и при этом садится пировать как бы мы не смотрели на это но это выглядит довольно таки проблематично я говорю об этом замечаю это потому что уже начиная со средневековых комментариев и дальше ведутся споры какой позиции по отношению к его потому что он совершает придерживается автор нашего повествования ну и этим делом и этим делом рассказывается и и царей что у ахава 70 сыновей было в самом шум роне такое постоянное повторяющиеся типологическое число мы уже сегодня упоминали его в связи с рассказом о гибели сыновей гиддона где тоже утверждалось что и этих сыновей 70 вот такое число 70 душ семья и ахова спустилась в египет постоянное такое типологическое число обозначающая целостность так вот у ахава шум роне осталось 70 сыновей и ху пишет письма и посылает шум рон руководителям и народа старейшинам и воспитателям и говорит им как только к вам до вас дойдет это письмо я требую чтобы вы перешли на мою сторону и воевали как тут говорится с домом господина своего то есть ясный намек на то должны уничтожить оставшихся оставшуюся родню ахава они очень испугались и сказали 20 то есть этом уже прошел два царя не устояли перед ним как же мы-то можем устоять и тогда как бы они посылают его следующая при приниженное послание мы твои рабы и все что скажешь нам сделаем никого лучше тебя в качестве царя не видим и он им пишет на этот раз второе письмо уже совершенно ясным содержанием с ясным содержанием он говорит им так если вы решили слушаться меня то тогда возьмите головы детей вашего господина и придите придите ко мне с ними завтра же в израиль что и происходит они убивают 70 70 сыновей ахава кладут их головы в корзину и посылают это в израиль после чего после чего получается что его связал их кровавой порукой их он требует чтобы эти корзины значит две кучи поставили у ворот до утра утром он приходит и говорит всему народу вы праведны я же устроил заговор против господина своего и убил его а кто убил всех эти знаете что ничто не произошло без воли господа и господь исполнил то что должно было произойти с домом ахава и уничтожил его всех оставшихся доме ахава всех до одного значит таким образом мы видим что его проявляет себя не только как удачный заговорщик но и ловкий политик который умеет связать круговой порукой тех которые могли бы оказать ему сопротивление запугивает и и таким образом добивается своей цели мы сделаем здесь остановку мы вернемся к этому повествованию следующий раз требует внимательного прочтения но я хотел бы сейчас показать вам текст чрезвычайно важный который предлагает свою версию событий текст этот текст этот называется час одну секунду я ему открою не открывается секунды текст перед вами это так называемая стела и стальдана стела и стальдана это археологический памятник который был найден 1993 году вот исполнится 30 лет и будут конечно эту дату отмечать это каменная плита на которой надпись на арамейском языке значит по предположению я здесь привел русский текст из в википедии по предположению эта надпись датируется как раз середины 9 века временем того самого царя арама хазаэля это царская надпись хазаэля которая описывает его победу над царями иудеи из израиля любопытно что этот армейский царь если действительно хазаэль он здесь по имени не называется предполагается что это хозяин он утверждает что он пришел к власти не в результате заговора а был наследовал своему отцу значит если это не хазаэль а какой-то другой царь то тогда происходит очень сильная хронологическая несостыковка с дальнейшим описанием это может может быть конечно сын хазаэля бен хадан но тогда все что рассказывается дальше таким образом создает повторяю еще большую несостыковку с библейским повествованием что же он рассказывает этой надписи что израиль который ранее вторгся в землю отца моего хададжи сделал меня царем адад имеется ввиду бог адад это как баль иногда называется балада бог дождя и грома западно-семитское божество он выходит перед царем арама и дальше говорится что он убил 70 царей любопытно что то же самое число используется которые вели за собой тысячи колесниц и тысячи посадников и далее я убил я арама сына ахава царя израильского я убила хозяум сына и арама царя дома давида я обратила города в руины и поверх землю в опустошение и его возглавил израиль и дальше надпись уже носит совсем фрагментарный характер теперь как бы вот она кстати говоря вот она в оригинале на армейском языке и выделены имена которые я сейчас прочел значит чем эта надпись очень важно для нас время постепенно начинает выходить я скажу вкратце ну во первых это первое вне библейское свидетельство которое упоминает династию давидов он название дом давидов и давид одним словом как бы это положило в частности конец долгим спором которые вели между собой минималисты максималисты касательно того а был ли мальчик а можно ли вообще говорить что существовала такая династия давида в какой мере мы можем положиться на рассказ на библейский рассказ если у нас нет никаких свидетельств того времени вот это первое свидетельство которое правда через сто с лишним лет после давида но но упоминает династию говорит что ахазья у сынью арама был из дома давида второе чем очень важна эта надпись кстати говоря надпись найдена в тельдами в тельдане это собственно говоря город который был видимо захвачен армейским царем будь это хазаэль или его сына адат бен адат 3 она рассказывает свою версию истории воцарение и гибели царя иудеи царя израиля согласно этой надписи царь арама убил этих царей а их у по всей видимости воцарился с его благословения воцарился с его благословения надо сказать что из этого из этого сценария следует что их у совершил не самостоятельный военный переворот а этот переворот был исходил так сказать из дамаска учитывая что-то нас соединяет приход власти хазаэля с приходом к власти его и подчиняет это одному тому же нарративному элементу вмешательству пророка израиля лишили это не лишило вероять во всяком случае во всяком случае мы не можем ответить однозначно на вопрос какая из версий какая из версий аутентично оба текста в какой-то мере ангажированы значит тонах стремится рассказать о гибели дома ахава руку которая производится по пророчеству руками нового ставления в этом смысле это как бы ангажированное видение но и надпись армейская надписи стальдана достаточно ангажирована понятно что хазаэль хвалится своими память опять же если это надо третий тогда это переносится на одно поколение вперед и тогда есть повторение состыковка с библейской хронологией вот но понятно что он хочет себя прославить своей победой вот он убил 70 царей тысячи колесниц тысячи всадников и убил ее рама и хозяева кто такие эти 70 цари совершенно понятно о ком он идет речь но это собственно говоря понятно что это тоже такое типологическое число я убил множество так что на вопрос то про мы здесь не можем ответить кто предлагает правильную версию да такой опять же рассимон что касается его то как в следующий раз я вам покажу он упомянут в еще одной надписи которая свидетельствует а действительно его подчиненном положении не только рам но и о сирии об этом уже речь пойдет следующий раз завершая этот наш сегодняшний разговор значит я еще раз как бы поставлю вопрос и предлагаю вам следующему занятию как бы попытаться ну что называется дать свой тантитивный ответ на этот вопрос для этого нужно естественно прочитать девятую и десятую главы книги книги малахимбет которые рассказывают о том что творит игу а потому что вот то что мы прочли две смерти двух царей гибель и зевель убийство сыновей ахава это не этим дело не ограничено как мы увидим он пойдет дальше и путь свой к власти проложит через множество трупов а и в этом смысле его действительно можно назвать макбетом танаха и сказать в каком-то смысле это то что он здесь делает даже перехлёстывает то что описывает шекспир это масса пролитой крови и при всем при этом казалось бы ему дается некая положительная оценка как это совмещается одно с другим автор совершенно равнодушен пролитой крови и оправдывает целиком полностью его или же здесь какая-то более сложная картина возникает и мы попытаемся с вами вы дочитав этот текст как-то ответить на этот вопрос если какие-то вопросы или замечания да конечно я хотел еще к этому постановку вопроса добавить ну собственно ощущение такое конечно можно объяснить разными объяснениями почему пророк ли я сам не выполняет то что мы говорили чаще что уже полномочия переданы или ше но если полномочия переданы или ше и лиша и лиша и лиша самого никто не отстранял и лиша сам тоже не хочет идти и помазать его это явно то есть у меня ощущение что на самом деле или я не хочет его мазать и и лиша не хочет его мазать и даже когда он посылает своего ученика он ему дает очень скупое точное наставление что ты его только помажешь повернись и уходи а этот самый молодой ученик он такой воодушевленный он еще и обрушивает на него вот это вот то что хочешь сказать по этому поводу и что это вот то что ты приводил да но это не лиша он превысил свои полномочия там это это с одной стороны то есть у меня ощущение того что они понимали знали кто такой и не хотели представляли себе чем это может мне так кажется возможно таким образом получается что как бы и лиша скрытым образом полемизирует вроде как с самим господом богом который потребовал их помазать цари я не исключаю полемизирует он все-таки делает это он делает это через кого-то но лишь на сам он как бы совершенно не хочет в этом пачкать вот ощущение такое однако и лиша вполне готов запачкаться но это действительно не ясно это не ясно как бы здесь можно углубляться комментировать предлагать разные варианты там есть история с ионатан бенрахам это естественно мы еще и там тоже можно по-разному понимать почему он его призвал с собой и потому что они уже были ввели такой правильный образ жизни были известны или после того как ионатан все увидел он решила еще останется всякого контакта власти имущими у меня такое ощущение о рыховитах мы поговорим но в любом случае я как бы просто хочу сразу же отвечу заметить как бы мы не интерпретировали роль и лишь в этой ситуации очевидно что как-то он в этом замешан а он замешан согласно нарративу да он замешан помазание хазаэля он замешан так или иначе воцарение и и и вроде как получается что это и другое как бы как бы по крайней мере что касается заговора игру что отчасти по крайней мере его источник пророческих кругах которые противятся думу ахава с ним находится в постоянном конфликте ну кроме этого еще ну конечно знаешь сам что ну что этот упомянуть сейчас если ты не спрашиваешь как мы к этому относимся еще и то что говорит о мост по поводу пролети что ты имеешь ввиду а ну он там говорит а не упоминает Это как бы наймок на него, явно. Дальше уже описывается наказание, так что я не уверен. Может быть, я что-то перепутала? Наверное, я имею в виду Ошеа. Пророк Ошеа, современный Камоса, он говорит очень какую-то неясную, обтекаемую фразу, и на кого намекает, на эту тему есть спор. Там говорится так, назови сына своего, который у тебя родится, Израиль. Еще немного, и я накажу дом Его за кровь Израиля. Да-да-да, вот это я перепутала. Я пропустил, какой датой, в общем-то, определяется эта стела. В принципе, предполагается, что это, если это Хазаэль, то это самая середина IX века. Если это его сын, Бен-Хадад III, то это конец IX века, через несколько десятилетий. Но, в любом случае, эта стела, как бы, это современница описываемых событий. Даже раньше, получается, что она как бы была, да, или примерно… Раньше чего? Раньше этих текстов. А текстов? Или позже? Да, если вы имеете в виду запись. Я имею в виду запись, да. Да, конечно, раньше, потому что она царская надпись того самого времени. А эти тексты писались значительно позже. Но в данном случае я не уверен, что можно пользоваться этим критерием для установления истинности и сказать, что поскольку стела более древняя, так она отражает более верную версию событий. Потому что, опять же, как я уже сказал, оба текста ангажированы. У обоих есть некоторая своя преследуемая цель. И то, что царь Арама хвалится убийством царей Иудея Израиля, это может быть, в конце концов, как некоторые полагают, да, я скажу это сейчас в заключение, что можно совместить эти две версии таким образом, что если считать, что Иху был ставленником Хазаэля и действовал как бы под его руководством, и что нити заговора тянулись в Дамаск, да, не зря или шаг приходит в Дамаск, то тогда можно сказать так, что я убил царя Израиля Иорама и царя Иудея Ахазиава, Ахазиава руками Иху, которого я воцарил. Тогда можно как бы соединить две этих версии. Я не уверен, что это оптимальный путь, но это такое гармонистическое объяснение. У меня несколько другой вопрос был, собственно, но это тоже важно. То есть это определение времени по содержанию надписи, а не по каким-то археологическим методам, которые определяют, когда это было и что это было, то есть когда это записано. Можно по шрифту, по... Это определено, это определено. Тут как бы по поводу этой надписи ни у кого нет никаких сомнений. Ах, это 9 век, да? Да, середина, конец 9 века. Спасибо, понятно. Еще у кого-то вопросы, замечания? Если вопросов и замечаний нет, то мы, как я и говорю в следующий раз, продолжим разговор о подвигах Иху, в кавычках или без, и поговорим также о том, что произошло в этот же период в Иудейском царстве, во времена царицы Аталии. Спасибо всем тогда за внимание. Спасибо большое. Окей, спасибо огромное. Мы отлично пообщались, было много интересного. Всем спасибо. Спасибо. Да, Нехама, Нехама и Эмиль. Особенно спасибо за участие, обсуждение и прочее. Спасибо вам всем. Да, это наши активные участники. Спасибо большое. До свидания. Счастливо, пока. До свидания. Счастливо.